Рыболовный крючок оказался надежнее, чем оперативники, волонтеры и дорогое оборудование. Спустя 8 месяцев нашли пропавшую пару из Касимова. Гостеприимство ограничено. Теперь мигранты-нелегалы сами оплачивают свой билет в один конец. В центре города закрыт подпольный цех по изготовлению спиртного. Счет идет на тысячи литров. 8 месяцев следователи, волонтеры, экстрасенсы и другие специалисты, а также друзья и близкие искали пропавших в ноябре прошлого года 23-летнюю Екатерину Маркову и 20-летнего Николая Кожина. Их автомобиль с двумя пассажирами был обнаружен в Оке в субботу. Напомню, поиски велись самым тщательным образом. Следователи допускали вероятность, что «восьмерка» съехала в один из водоемов. С целью проверки данной версии из Москвы, из главного управления криминалистики приезжали специалисты с дорогостоящим оборудованием. Это два гидролокатора бокового видения, которые позволяют просматривать дно на большой глубине. Но каким-то мистическим образом приборы, способные увидеть любой предмет размером с бутылку, не заметили целый автомобиль. Пропавшую «восьмерку» с приметной надписью «Боевая подруга» обнаружили подростки, рыбачившие у добаркадера. У одного из них в воде зацепилась леска. Юноша и его товарищ нырнули в воду, чтобы освободить крючок. И под водой увидели автомобиль. По предварительной информации, признаков насильственной смерти на телах молодых людей из Касимова не обнаружено. Однако обстоятельства и подробности произошедшего еще предстоит выяснить оперативникам. Одна из важных новостей минувшей недели – новый законопроект, касающийся мигрантов. Уже с 9 августа в Москве, Санкт-Петербурге, в Московской и Ленинградской областях увеличили штрафы для нелегалов, нарушающих правила пребывания и работы в Российской Федерации. Это наши, рязанские рынки, на которых, видимо, не ждали сотрудников во всеоружии. Из-за прилавков по очереди выводят то одного, то другого мигранта. Пока в целях профилактики для установления личности и проверки необходимых документов. Теперь нелегалам придется раскошелиться на 2000 рублей больше и заплатить не 5, а 7 тысяч за свое заячье проживание. Но самое отрадное, что эти деньги, как утверждают чиновники, сразу пойдут на билет домой. Только за прошедшую неделю сотрудники полиции пресекли деятельность нескольких точек подпольного изготовления спиртного. Целый цех, доверху забитый фальсификатом, обнаружили в ангаре на улице Первой Бутырки. Из подпольного цеха изъято почти 5000 литров спирта и более 1500 литров спиртосодержащей продукции. А также сотни пробок, миллион федеральных марок и пустая тара. Куда именно поставлялся товар и каким способом реализовывался, еще предстоит выяснить. Но если, например, представить такие бутылки на прилавке магазина, как здесь, выставленными в ряд, то здравомыслящий покупатель задумается, почему они все разлиты, как бог на душу положит. В помещении, где продукцию, собственно, готовили, небольшое, чего не скажешь об объемах. Вот в этих цистернах, например, злоумышленники смешивали спирт, воду и уксус. Как пояснили оперативные сотрудники, уксус нужен для того, чтобы не было хлопьев. А вот с этой стороны фильтры, где продукцию перегоняли, чтобы отбить лишний запах. Вот в этой цистерне уже готовая продукция абсолютно без запаха. Понятно, что о соблюдении даже элементарных санитарных правил нет и речи. Все в одной куче, посередине бочки и шланги. А вот и те, кто, видимо, смешивал, разливал и маркировал. Оперативники задержали шестеро выкатцев из Узбекистана. Никто не говорит по-русски? А как же вы общаетесь с теми людьми, которые живут в Рязани? У нас русскоговорящее население. В магазины ходите? Ходите. Вот видите, меня понимаете, да? Давно здесь работаете? Нет, сегодня. Первый день? Нет, просто мы с другой месяц будем работать. Стройка у работы. Есть версия, что хозяин подпольного цеха – 43-летний рязанец. Впрочем, определение «подпольный» тоже условно. Практический центр города. С одной стороны – вплотную печатный дом, через дорогу – детский садик, вокруг – жилые кварталы. Квалификация деяния хозяина данного помещения, который организовал производство данное, будет определяться в ходе проведения дополнительных оперативно-розыскных мероприятий и проверочных. Необходимо провести ряд проверочных мероприятий, в том числе исследование продукции на качество исследований федеральных специальных марок на предметы изготовления официально госзнакам. Рейды по алкоголю, будь то изготовление или торговля, из-под полы будут продолжаться. Еще ни один не оказался безрезультатным. История знает немало серийных убийц-мужчин, а вот женщины в этом качестве фигурируют в материалах уголовных дел нечасто. Местные жители до сих пор вспоминают период, во время которого пострадали блондинки и парикмахеры всего Красноуфимска и его окрестностей. «Блондинка с молотком» – так назвали женщину-убийцу, о которой пойдет речь сегодня. Как можно убедиться сейчас, отдельные портреты преступницы, составленные со слов свидетелей, были весьма точны. Но долгие годы ей удавалось уходить от сыщиков. Она искусно меняла внешность, переезжала из города в город. За ее преступление даже едва не осудили невиновную женщину. Выйти на настоящую преступницу удалось после того, как она убила свою собственную пожилую приятельницу. Около 8 лет, где-то с 2002 по 2010 год, жители небольших городов Свердловской области были потрясены. В этих городах, прежде всего это был Красноуфимск и ближайшие города, убивали пенсионерок. Похожие преступления были совершены в Екатеринбурге, Серове и Дружинине. Действовала злоумышленница расчетливо, забивала жертв молотком, после чего меняла внешность и заметала следы преступлений. Некоторое время сыщики были уверены, что убивает мужчина. На эту мысль натолкнула жестокость, с которой были совершены преступления. Да и потом, какой женщине понадобится истреблять абсолютно незнакомых между собой старушек в разных районах и даже городах? В одной из квартир, перед этим, старушка после нападения осталась жива. Она сказала, что позвонила женщина, представила сотрудницей Собеса. И когда она открыла дверь, то она ее ударила ножом, потом стала бить молотком. Но старушка подняла крик, тут соседи стали уже открывать двери наверху, и эта женщина убежала. Как это часто бывает, убийца была семейным человеком. Был за неправда один существенный грешок. Вместо воспитания детей чаще думала, где раздобыть денег на спиртное. Подумать только, уголовное дело маньячки состояло из 400 томов. Работавшие на месте пятого убийства криминалисты заметили интересную деталь. На стене подъезда, рядом с входной дверью погибшей, предположительно, окурком была выведена цифра 5. Позже соседи вспомнили, что пятерка появилась за три дня до убийства. Тогда следователи обратили внимание на то, что остальные жертвы маньяка были пронумерованы номером дома или квартиры, где они жили. Возможно, преступница действует по схеме. Так, седьмая жертва была убита в доме номер 7, восьмая в доме номер 8, девятую обнаружили в квартире номер 9. Дошло до того, что была убита мать заместителя начальника УВД. Понятно, что такого убийцы простить не могли. И вскоре после этого была задержана некая Марина Валеева. Она призналась в совершении убийств пожилых людей, и дело готовились закрыть. На допросах она призналась, что совершила убийство матери заместительного начальника УВД. Но пока и занимались оперативники, в общем-то, следователи. За это время было совершено снова аналогичное преступление. Ударом молотка по голове была убита очередная старушка. И там были оставлены совсем другие отпечатки пальцев. Валеева утверждала, что признательные показания из нее выбивали оперативники. Шантажировали водкой и даже грозились изнасилованием. Как бы там ни было, настоящая преступница оставалась на свободе. Это была миловидная женщина-блондинка. И вот впервые жители всего города объединились в поисках преступницы. Ее фотороботы передавались от человека к человеку. Везде буквально был создан непроходимый заслон. И преступница уже перешла убивать, ездила на электричках в соседние города. Уже все блондинки стали бояться появляться на улице. Все перекрашивали волосы и поменяли прически. Дошло до того, что белокурых девушек могли схватить прямо на улице и силой доставить в отделение для проверки. Но такие суровые методы дали результат. Спустя 8 лет, в 2010 году, настоящая маньячка была поймана. Раскольниковым в юбке оказалась Ирина Гайдамачук. Ирина имела двоих дочек. И, в общем-то, соседи не подозревали, что так называемый раскольников в юбке, что убийца – вот это их соседка. И главный денег-то особо у нее почти никогда не было, потому что оказалось, что вот со всех этих 17 старушек убитых она за 8 лет собрала где-то 50 тысяч рублей. Ирина родилась в 72-м, в Нагоне. С юных лет начала злоупотреблять спиртным. Алкоголизм стал причиной лишения ее родительских прав в отношении старшей дочери. Еще одна дочь, Даша, родилась у Ирины в Красноуфимске. Городе, в который она переехала в конце 90-х, где познакомилась с Юрием, рабочим локомотивного депо. Наконец, где совершила большую часть своих убийств. Говорят, муж держал будущую убийцу в строгости, не давал ей денег, не без основания опасаясь, что супруга их пропьет. Соседи изредка давали в долг по 200-300 рублей, но ждали своих денег месяцами. Потом Ирина внезапно исчезала, а по возвращении раздавала долги. Говорила, что была в гостях у родителей. Эти заявления были лживыми, родителей она не навещала ни разу. Более того, она их ненавидела. За то, что те свое пожили, а молодым не дают, не помогают деньгами. Со временем эта ненависть переросла в идею мести всем пожилым людям, которая и стала причиной ее отлучек. Первое убийство Ирина Гайдамчук совершила в 2002 году. Она не хотела убивать жертву. Замысел состоял лишь в том, чтобы ограбить старушку, у которой Ирина делала ремонт. Но хозяйка застала будущую маньячку на месте преступления, за что получила молотком по голове. Удар оказался смертельным. Младшей из ее жертв было 60 лет, старше 90. Никто из пенсионерок не держал дома больших денежных сумм. Но несмотря на жестокость преступлений, приговор оказался сравнительно мягким – 20 лет за 17 жизней. Суд учел, что убийца сотрудничала со следствием, а пожизненное наказание для женщин законом не предусмотрено. Как призналась маньячка, убийства происходили не спонтанно. За несколько дней до преступления Ирина выслеживала жертву и вела за ней наблюдение. Во сколько обычно старушка выходит на улицу, во сколько возвращается домой, общается ли с кем-то. Как правило, ее жертвами становились очень пожилые и одинокие женщины, которые доверчиво открывали дверь, приличной с виду молодой даме. В зале суда не было почти никого из родственников тех, кто стал жертвой маньячки. Своим немного пугающим спокойствием она удивляла сыщиков еще во время следствия, всегда обстоятельная деловита, описывая подробности совершенных преступлений. Судебно-психиатрическая экспертиза признала ее вменяемой, с некоторыми психическими отклонениями. Главным, единственным мотивом наследствия она назвала только деньги. Якобы убивала тех, у кого точно были сбережения на похороны. Правда, есть и другая версия. Говорят, еще в юном возрасте Ирину изнасиловал взрослый мужчина на глазах старушки, которая не вступилась за девочку и ничем не помогла. Отсюда и лютая ненависть к старикам. Кто знает, как оно было на самом деле и что творится в голове серийных убийц, какие мотивы они считают весомыми для совершения подобных чудовищных преступлений. И еще одна информация. Естественное желание проветрить квартиру делает несчастными сотни российских семей каждый день. Маленькие дети, даже на мгновение оставшись без присмотра, выпадают из окна и получают травмы, как правило, с жизнью несовместимые. Почему-то рекордсменом в этом смысле стал Санкт-Петербург, но несчастные случаи есть и у нас. По одному случаю в текущем году зарегистрировано падение детей на территории Московского и Советского районов. В Московском случае с летальным исходом с девятого этажа выпал четырехлетний ребенок. В Советском, скажем так, менее тяжкими последствиями получил серьезную травму, но остался жив. Подробнее об этом и многом другом в интервью с Александром Дурновым смотрите уже в программе «Семь минут». Премьера в следующий четверг в 18.25 на телеканале «Домашний». А на сегодня это все. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова